Биатлон В 2013 году было заключено соглашение Между правительством Рязанской области И корпорацией Технониколь Которому Один из энтузиастов Сегодняшних биатлона Скажем так, больше любительского Сергей Анатольевич Колесников Управляющий партнер корпорации Технониколь Предложил Построить в Рязани Биатлонный комплекс И начать этот вид спорта В Рязанской области развивать Потому что если лыжные гонки Всегда в Рязанской области присутствовали Достаточно серьезные позиции На всероссийской арене лыжной И даже на мировом уровне Воспитанники рязанских спортивных школ Выступали Входили в состав сборной команды Российской Федерации Дмитрий Чванов То биатлона никогда не было И когда в 2013 году Началось строительство Биатлонного комплекса Мне предложили в этом поучаствовать Конечно на тот момент Еще никто не понимал Что из этого получится Как это все будет На каких условиях Все это дело будет Я вам признаюсь Я даже был на тот момент Самым большим скептиком Этого проекта Но Когда я первый раз сюда приехал В то место где Сегодня располагается Биатлонный комплекс Алмаз Я увидел Посмотрел Такое пустынное место Которое представляло из себя Просто кусок леса Болото С кочками Лягушками Сбеями Много было конечно сомнений Честно вам скажу Но Наверное было большое желание Что-то сделать Вспоминая свое Прошлое Да действительно На тот момент Это были 90-е годы Начало 2000-х годов Условий Для проведения соревнований Но не то чтобы их не было Они оставляли желать лучшего Мы приезжали на соревнования Такие традиционные на тот момент места Как Сысоево Сысоевские овраги Либо мемориал Либо в поселке Соколовка Это где сейчас так называемая Трасса в Соколовке За Зельгросом В Солочи Много соревнований Раньше проводилось Раздевалок не было Не говоря уже там О туалетах Помещениях Где можно подготовить лыжи Где можно погреться Где могут работать судьи В нормальных условиях Ничего этого на тот момент не было И вот когда уже Мы начали Строительство биатлонного комплекса Когда началось его такое Развитие Самой материальной базы Приобретение оборудования Наверное Одной из моих Приоритетных задач Стало эти условия Создать Для ребят Для девчонок Которые Пришли заниматься Лыжным спортом Пришли заниматься В первую очередь Биатлоном Много было Различных вопросов На которые я и сам На тот момент ответов не знал Просто Все Шли Практическим путем Уже потом В 2017 году Когда Началось Очень усиленное Финансирование Со стороны Сергея Анатольевича Колесникова Материальные вложения Серьезные В развитие Инфраструктуры Биатлона В комплекс Вот тогда Система электронного Хронометража Она у нас есть В системах Электронного Хронометража Учет результатов Стрельбы Установили Сервоприводы На Установки И сейчас У нас Установки Работают таким образом Что после стрельбы Спортсмену Либо тренеру Кто с ним работает Нет необходимости Установки Перезаряжать Все это происходит Автоматически Тот режим Который Можно задать На пультах управления К этим установкам Кроме этого Мы пришли К тому Что появилась Необходимость Трансляций Наших соревнований Вывод результатов На большой монитор Буквально В октябре 2021 года Мы установили В центральной части Нашего стадиона В районе Биатлона Стрельбища Большой монитор 8 на 4 метра С возможностью Введения прямых Трансляций Наших мероприятий Которые проводятся На биатлонном комплексе В этом году У нас уже был опыт Трансляции Да опыт трансляции У нас уже В этом году был Три трансляции Мы провели В декабре Кубок России По биатлонам Мастерс Мы проводили 18-19 декабря Была интересная Трансляция Была съемка Был комментатор Впервые в эфире Пользователи Социальных сетей Инстаграм И Вконтакте Смогли увидеть Картинку Которая передается На марафоне Копаркский Четвертый традиционный Марафон Который проводится У нас 22 января Мы также транслировали И Транслировали Еще Несколько мероприятий Делали Тестовых Я думаю Да Я думаю Что получилось Очень наглядно Красочно Кроме этого Мы сейчас Включаем Трансляции Олимпиады В Пекине Где наши спортсмены Борются На равных Со всеми мировыми Лидерами В лыжных гонках В биатлоне И Достаточно большое количество Любителей Любителей Лыжного спорта Посетители Биатлонов Комплекс Также Могут воочию наблюдать То что происходит У нас на Олимпиаде Это Очень здорово Заряжает Энергией Это очень Наглядно Особенно для наших Юных спортсменов Которых у нас Становится Год от года Все больше и больше Кстати Не могу не задать Вам вопрос Вы как профессионал Как оцените Выступления наших Лыжников И биатлонистов Лыжники Вообще Вы стафете Завоевали впервые За очень долгие годы Медаль Что вообще думаете По этому поводу Ну знаете Переполняет Гордость За те виды спорта Которые я Представляю В лыжных гонках Особенно Позиции сейчас Наши сильны Наверное Произошел возврат К тому Когда мы С гордостью Наблюдали Таких спортсменов Таких спортсменов Раиса Сметанина Лариса Лазутина Николай Зимятов Елена Виальби Ольга Данилова Владимир Смирнов Алексей Прокуроров К сожалению Ныне Ушедший Уже от нас Когда мы Могли наблюдать Как они бились За самые высокие Награды На олимпийских Играх На чемпионатах мира Ну и так же Нельзя не сказать О наших биатлонистах Которые Так же Несмотря Ни на что Удерживают Лидирующие позиции В биатлоне Все таки Биатлон Это такой вид спорта Он достаточно сложный Технический И Нельзя сказать Что кто-то плохой стрелок Или кто-то плохой гонщик На самом деле Факторов Которые влияют На результат в биатлоне Их огромное Огромное количество Там нельзя Случайно выиграть Нельзя случайно выиграть Случайных побед Не бывает Наверное Ни в одном виде спорта Но Всегда вмешиваются Какие-то факторы Когда тебе Соперник Просто дает шанс Доказать Что ты лучше Будем болеть дальше За наших ребят И Вот если почитать Биографию Этих Биатлонистов И лыжников Это все простые Совершенно ребята Из совершенно простых семей Но Мы как-то с вами уже Общались И Пришли к выводу О том Что Чемпион Это большой труд И множество факторов То есть Каждый родитель Приводя ребенка В биатлонную школу Допустим К нам В алмаз Мечтает Чтобы этот ребенок Стал Каким-то Выдающимся Спортсменом Что для этого Нужно? Для этого Нужно Запастись терпением И начать работать Уже прямо сегодня Потому что Можно хотеть Очень многого Но если не Осуществлять Ежедневные Маленькие Шажочки То этого Никогда не случится Тысячи человек Занимаются Лыжным Спортом Тысячи человек Занимаются Биатлоном Сотни Становятся Мастерами Спорта Членами Сборной Команды России Но чемпион Он всегда один И для этого Наверное Все-таки Должно Быть Стремление Ну например Взять Ну я даже Не знаю Кого Кого здесь Можно Привести В пример Из великих Спортсменов Чтобы Особенно Никого Не выделять Наверное Это Талант Помноженный На Труд А Талант Это опять же Трудиться Ежедневно Ежедневно Трудиться Да Там Не бывает Никаких мелочей В спорте Тем более В спорте Высоких Достижений Там Должно Быть Все Дисциплина Самодисциплина Умение Тренера Умение Твоей Команды С которой Ты работаешь Вот Приводить тебя К такому Результату Но Все равно Основной Это ты сам Самый Твой Главный Соперник Он у тебя Внутри Ты Сам себя Должен Побеждать Потому что В зимних Видах Спортах Особенно Когда ты Выходишь На тренировку Может Ити дождь Может быть Сильный мороз Может быть Метель Может быть Слякоть Когда лыжи Ну вообще Просто Не едут И ты Выйдя И понимаешь Что у тебя Плохое Скольжение Можешь уйти А можешь Сделать тренировку И стать От этого Сильнее Когда ты выходишь На стрельбище Там просто Порывистый ветер И все тебе говорят Смысл тебе Стрелять В такой ветер Вот вам Пожалуйста Олимпиада В Пекине А там ветер А там ветер И умение Бороться С ветром Уметь Чувствовать ветер Понимать Как Ведет себя Оружие Что влияет На точность Стрельбы Вот Это наверное Достигается Именно На таких Тренировках Кстати Сказать Что На биатлонном Комплексе Алмаз Стрельбище Очень ветреный И к нам Приезжают Многие спортсмены Посоревноваться Иногда Потренироваться Они говорят Да Вам повезло У вас Стрельбище Ветреный На нем Тренироваться Хорошо Вот У нас Кстати Приезжали Тренироваться Соревноваться Приезжали И Александр Логинов И Максим Цветков Татьяна Акимова Приезжала К нам Сергей Рожков Участвовал Многократно В соревнованиях Андрей Маковеев Виктор Майгоров Президент Союза биатлонистов России Дмитрий Васильев Несколько раз У нас был на комплексе Двукратно Олимпийский чемпион Ольга Зайцева У нас участвовала В соревнованиях Серии Мастерс Да И наверное Кого-то смогу не назвать Просто И действительно Было Народу Очень Такой серьезный Послужный список Для трассы Вы как-то Говорили Что Можно сказать Ваша деятельность В качестве Директора Спортивной школы По зимним видам Спорта И вообще Деятельности На Алмазе Это третье Пришествие В зимний спорт Что это значит Да Действительно В 86-м году Будучи Школьником Я Попал Пришел Тренироваться В секцию Лыжных гонок Савода Зил Так называемая Зиловская Спортивная школа Мой первый Тренер Пирогов Сергей Александрович Который В настоящий момент В нашей спортивной школе Работает С нашей молодежью С нашими спортсменами Работал В лыжных гонках Достаточно долго А сейчас Он работает Также И с биатлонистами Ну вот Наверное Это было Мое первое пришествие Первое знакомство С лыжным спортом Продолжалось оно До Примерно 2000-го года Школа Педагогическое училище Служба в армии Учеба В Рязанском институте Право экономики На юридическом факультете Вот буквально До 2000-го года Я пробегал на лыжах За что Очень Признателен Своим Первым тренером Своим наставником Это вот Сергей Александрович Пирогов Юрию Федоровичу Лапину Тренер наш Был В Рязанском институте Право экономики Ну и многим другим С кем Я также выезжал На тренировочные сборы Анатолий Егорович Бирюков Достаточно Много сезонов Я с ним проходил Подготовку Как летнюю Так и зимнюю Вот Очень много Он нам Давал Такой Силовой Серьезной работы Потому что Раньше Лыжные гонки Они были все-таки Таким Очень силовым Видом спорта Сегодня Скольжение Подготовка Лыжных трасс Это Такое удовольствие Бывает А раньше Все-таки Лыжню надо было Потоптать Палки проваливались Лыжи проваливались Смазок Таких не было Инвентаря Такого быстрого И легкого Не было Вот поэтому Мы через эту работу Тогда проходили Второе Пришествие Было Наверное Вместе С моим Сыном Который В 2011 Году Начал Также Заниматься Лыжным Спортом Было Такое Попробовать Себя Сколько Ему было На тот момент 11 лет На лыжи Он встал Достаточно Рано В 2005 Году Когда ему Там даже Пяти лет Еще не было Он Первый раз Бежал Лыжню России Которая Кстати Проводилась Почти Практически На этих же трассах Где сейчас Биатлонный комплекс Стоит И он был Там По-моему Самый юный Участник Где-то Я даже Кубок Видел Разбирал Чулан Вот Видел этот Кубок Самому юному Участнику Лыжни России Датирован В 2005 Годом Вот я Вспомнил Когда это Было Начал С ним Потихоньку Работать Он Занимался В областной Детской Юношеской Спортивной Школе Дюшника Ныне Были его первые Тренеры Потом Некоторое Время Он выступал В Московской Области Это В Химках И Лыжном клубе На Сеткино В Искресянском Районе Это наверное Было На протяжении Семи сезонов Где он Выступал В Кубках Московской Области По лыжным Гонкам И в 2015 Году Он уже Стал пробовать Себя В биатлоне Тогда Когда у нас Уже Биатлон В Рязанской Области Потихонечку Начал Развиваться Делал Я достаточно Много Времени С ним ездил Выезжал На тренировочные Сборы Приходилось Отпрашиваться С работы Ездить Ночами Переезды По тысяче Километров Но Деваться Было некуда Желание Было У него И Я не стал Это желание Гасить Да Может быть Наверное Было то Думаю Не добегал Я сам Пусть попробует Добегать он За меня И это еще И к нашему разговору О том Сколько вложений Нужно В будущего Скажем так Профессионального Спортсмена Он бегает И по сей день Да Бегает по сей день Я вам не постесняюсь Сказать Что На тот момент Я просто забыл Про все свои Хотелки То что нужно было Мне Я наверное Работал Вот На это На спорт На спорт Да Надо было Приобретать Инвентарь лучше Чем у всех Нужно было Приобретать Смазку Лучше Чем у всех Надо было Выезжать На сборы Больше Чем все И тогда У тебя Возможно Что-то Получится Но если Этого не Делать То этого Не получится Вообще Никогда И Насколько Я понимаю Сейчас Первые Тоже Свои шаги В биатлон Делает И ваш Младший Ребенок Дочка Да Дочь Тоже Занимается Не ставим Никаких Целей Добиться Звания Олимпийского Чемпиона Но Прежде всего Спорт Это здоровье Это Не надо Искать Куда себя Деть В свободное Время Я всегда Знаю Где она И чем Она Занимается Ну И Биатлонный Комплекс Надо Сказать Мы сейчас С вами Говорим О профессиональном Таком спорте И о детском Спорте Биатлонка Позволяет И широким Массом Заниматься Здесь Широченные Трассы Классные Подъемы Каждый день Готовится Трасса Какие еще Планы развития У вас Ближайшее Время Небольшое Предисловие К тому Что вы Сейчас Уже Видите Я вам Скажу Что Место Здесь Такое Что На биатлонном Комплексе Всегда Градусы На 3-4 Холоднее Чем В городе Там всегда Лежит снег Там всегда Чуть холоднее В городе Слякать А к нам Приезжаешь У нас там Зима Легкий минус В 2014 году Мы Приобрели Первую пушку Первый снегогенератор Работали От скважиного Насоса Вода теплая Плюс 8 градусов Снега Минимум Думаем Ну что Ну как Ну как быть И тем не менее Даже при таких Условиях Мы Начиная с 2014 Года Мы всегда Со снегом Минимально Круг Мы его Всегда делали Даже теплая зима 19-го 20-го Года Мы Смогли Настрелять Заготовить Снега За неделю И сделать Километр 100 Лыжной трассы И она у нас Продержалась Там до 7-го До 8-го Марта Когда снега Вообще Нигде не было Мы провели Столько мероприятий Даже вплоть до того Что чемпионат В СИН России Мы провели Когда люди Не верили О том что вообще Где-то лежит снег Если вы помните Такая зима была Сейчас У нас кстати Профессиональная система Снижения У нас 4 Снеговые пушки По поводу Ширины трассы По поводу Подготовки трасс Здесь Наверное Отдельное спасибо Хочу сказать Всей нашей команде Биатлонов Комплекса Это Сейчас Это уже Профессионалы Которые знают Как готовить трассы Как за ними Ухаживать Подготовка Зимних Подготовка Лыжных трасс Она начинается Не в декабре Не в ноябре Она начинается Задолго До того Как Первый мороз Скует землю Как правило Весной Вырезаем кустарник Где-то что-то Заравниваем Те трассы Которые не асфальтированы Они требуют ухода Еще большего Чем зимой Когда Упадет совсем Чуть-чуть снегу Трассы ровные Прикатали Снегоходом Первый Потому что Для ретраков Все-таки Нужна достаточно Серьезная Снежная подушка То по лесу Достаточно Снегоходами Прижать И уже можно будет По лесу кататься И ждать Когда Все-таки Мы Подготовим Трассы Из искусственного Снега Год от года Это получается Все быстрее Лучше И раньше Трассы широкие Нарезается Лыжня Для классического Хода В обязательном Порядке Потому что Ну да Много народу Катается Коньком Не надо Заморачиваться По поводу Подготовки Лыж Смазки Не все это Понимают Не все это Знают Но Приверженцы Классического Хода Не остались И поэтому Трассы у нас Готовятся В ежедневном Режиме Независимо От погодных Условий Независимо От дня Недели Суббота Это суббота А понедельник Это понедельник Трассы У нас до 9 утра Всегда подготовлены Сам вы выходите Тренироваться Несмотря на большой Объем работы Представляю На то Что у вас И дети Тренируются У самого Хватает времени Иногда Объем работы Большой Вот я вам скажу Что вчера вечером Я катался на лыжах Позавчера вечером Я катался на лыжах И в воскресенье После обеда Я катался на лыжах Устроил себе Такой небольшой выходной Позволил Пройтись Посмотреть Где еще можно И что сделать И доработать Виталий Александрович Видим Что из года в год Развивается Трасса Конечно Это и команда Биатлонного комплекса Но Каждый Наверное Наш телезритель Понимает Что Развитие Это всегда Некие вложения Вот откуда Откуда средства Поведу себя Как интервьюеры Дудь и Собчак Спрошу вас Откуда деньги Есть соглашение Между Правительством Рязанской области И корпорацией Технониколь В частности Сергей Анатольевич Колесников Он очень Переживает За Наш биатлонный комплекс Оказывает Всестороннюю поддержку Министерства Физической Культуры Спорта Правительства Рязанской области Хочется Отдельно Поблагодарить За то Что Предоставили Мощность Предоставили Земельный участок Также По программе Развития Дорог И транспортной Инфраструктуры Полтора года назад Построили Дополнительно Еще одну Автостоянку Потому что Посетителей Биатлонных комплексов Становится Геометрическая Прогрессия Оно просто растет Парковочные места Нужны Вот если Посмотрели То на Лыжне России Было заполнено Все пространство Которое только можно было Автобусами Автомобилями Хочется Отдельно Сказать Что Развитие Инфраструктуры Биатлона Комплекса Возможно Благодаря Серьезным капитальным Вложениям Все оборудование Дорогостоящее Которое Прослужит При грамотном Обслуживании Прослужит Не один год Постоянно Мы что-то покупаем Приобретаем Вот Приобрели Два ретрака Приобрели Малую коммунальную технику За лыжными трассами Надо ухаживать Это несколько у нас Тракторов Для окашивания Травы Есть свой Небольшой погрузчик Есть снегоходы Есть квадроцикл Потому что территория Биатлонов комплекса Составляет порядка 90 гектар В общей В общей сложности Протяженность Наших Лыжных трасс Она составляет Порядка 25 километров И лыжные трассы С территории Биатлонов комплекса Плавно Переходят Интегрированные В территории Экопарка Который с нами Граничит Эти трассы Мы тоже Обслуживаем По мере возможности Акашевой В этом году Мы проводим Несколько соревнований Традиционно Кубок России По биатлону Мастерс Чемпионат России По биатлону Мастерс Который состоится В марте Еще несколько мероприятий По биатлону С участием Наших ведущих Мастеров А для Не ведущих Мастеров Я знаю Что несмотря на то Что уже зима Подходит к концу Еще и в марте Будет снег лежать Традиционные Ваши гонки Ночная Например Давайте мы Пригласим наших Телезрителей Прогнозируйте Что будет В прошлом году Мы первый раз Провели гонку В таком формате Так называемую Ночную лыжную гонку Проводили мы ее Уже где-то в конце марта По-моему Когда днем Стоял такой Стабильный плюс Было тепло Трассы чуть-чуть Уже подразваливались Подраскисали Было тепло Мягко А вечером Часам к 7 Начинал прихватывать Морозец Мы выгоняли Ретрак Готовили трассу И вот мы решились Провести такую гонку Она проходила В формате Либо 3 часа Либо 15 километров Все спортсмены Стартовали с общего старта По кругу 3 километра 300 метров Достаточно большое количество Участников было Были не только Рязанские спортсмены Приезжали спортсмены Из близлежащих областей Из Владимирской области Было Из города Москвы Из Московской области Было Я думаю Что в этом году Мы не будем От этого формата Отходить И об этих соревнованиях О такой гонке Мы конечно Заранее Проинформируем Вот Дождемся Наверное Когда снимут Все-таки Ограничения Ковидные Поучаствовать Желающих Я думаю Будет достаточно Большое количество Спасибо Виталий Александрович За теплую беседу За теплый прием Увидимся с вами В этом сезоне Я думаю Еще не раз На ваших мероприятиях Я хочу Пригласить Родителей Приводите Своих детей В нашу спортивную школу Заниматься Лыжными гонками Заниматься Биатлоном Также Хочу пригласить Всех любителей Зимних видов спорта Для Занятия на Биатлонном комплексе Кататься на лыжах Посмотреть Наши Спортивные мероприятия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова